Субтитры делал DimaTorzok 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 Кто? Мясник. Мясник кого? Мясо. Продает мясник мясо. Продает действие. Мясник тот, который производит действие, потому что он продает. И Аллахма то, над чем произвели действие, потому что мясо в данном случае продают. Вот теперь говорит Аль-Бахсу. Говорит исследование или анализ относительно этого урока. Говорит Куллю джумлятин минальджумаль ас-сабика. Каждое предложение или все предложения из предложений прошлых мураккаба состоят. Таркиб. Таркиб это что? Сложения. Складываются или состоят. Мин фиален вахид ва мин исмин. Из одного глагола и двух имен существительных. Видишь? Каждое предложение состоит из комки слов, которые мы разобрали. Из трех слов. Говорит один из них глагол и два имени существительного. Аль-Исмуль-Ауаль. Первое из этих имен существительных. Холливи саммейнаху фаилен. Это то, что мы назвали действующим лицом. Фаил. Ляднал фиаля садар ангу. Потому что действие вышло от него. Он произвел действие. Нам. Еще сказали важное условие, чтобы слово называлось фаилем, действующим лицом. В чем предложение в грамматическом разговоре. Глагол должен прийти до него или после него. До Исма. До Исма должен прийти. Так, в данном случае до Исма приходит глагол или нет? До Исма. Поэтому все эти слова называются фаилем. То есть действующими лицами. Говорит. Если мы проанализируем примеры первые три. То есть первые три примера. Ра-Айна. Мы увидим. Аннал Исма. Ассани. То, что второе имя существительное. Фикульный мизаль. В каждом примере. А это. Аль-Хабль. Веревка. Ас-Сауб. Одежда. И Аль-Харуф. Овца или овечка. Коль-Лази. Уа-Ка. Аль-Фиалю. Али-Хи. Оно то. На что падает действие. Уа-Ка. Я-Ка. Мы сказали. Попадает. Осуществляется или происходит. Уа-Ка. На него падает действие. Значит веревку завязали. Одежду. Свернули. Овечку съели. На эти три вещи. Упало действие. Говорит. Фальфиал. Поэтому действие. Ва-Ой-Шадду. Аль-Лази Хасаламин Ат-Тиммин. А это. Связывание. Которое произошло от ученика. Ва-Ка. Аль-Хабль. Произошло относительно веревки. Ва-Тай. А скручивание. Или свертывание. Аль-Лази Фаалат-Хунбин. Которое сделала девочка. Ва-Ка. Аля-Соб. Произошло с чем? С одеждой. Ва-Ка. А поедание. Которое возникло от. От волка. Ва-Ка. Аль-Харуф. Оно случилось с кем? С овечкой. Фат-Тильмит. Ва-Лбинт. Ва-Зиб. Поэтому ученик. И девочка. И волк. Кул-Лу-Ахидин Мин-Хадзи Фаал. Каждый из этих трех является действующим лицом. Ва-Лхабль. Ва-Собу. Ва-Лхаруфу. Веревка и одежда и овечка. Кул-Лу-Ахидин Мин-Хадзи. Ва-Ка. Али-Эльфи. Каждый из этих трех упало на него наоборот действие. Ва-Юсамма мафрулен би. И поэтому то, на что упало действие, называется мафрулен би. Говорит. Ва-Казали-Ки-Укальфи-Ба-Ки-Ят-Алям-Силя. И тот же самый можно сказать относительно остальных трех примеров. Видишь? Сабику, Са-Лаву и Кассабу. Это Халь. Действующие лица. Опередивший. Лиса и мясник. Все они производят какое-то действие. Опередивший получает награду. Лиса охотится за курицей. И мясник продает мясо. Говорит. Ва-Ида-Тааммална ау-Ахир а-Ласма. Если мы поразмышляем. Я-Тааммалю. Помните? Я-Тааммалю. Это что? Размышлять. Внимательно посмотреть. Я-Тааммалю. Ва-Ида-Тааммална. Если мы поразмышляем. Ау-Ахир а-Ласма. Концы всех имен. И существительных. А-Лати-Тадуллю а-Лал-Мафу-Либи. Которые указывают на того, над кем произвели действие. Ва-Деднаха мансуба-Тан. Мы найдем их какими? В форме мансуб. Запомнили? Значит смотри. Запомни так. Если слово файль, то оно будет в какой форме? Марфо. То, что называется марфо. Значит марфо это то, что в основе в конце у него дамма. Это марфо. А то, что в конце у него в основе фатха. Это называется как мансуб. Ясно? Знаешь, две формы предложений вы запомнили. Есть марфо и есть мансуб. Марфо это то, что обычно с даммой на конце, как например файль. А мансуб это то, что обычно с фатхой на конце, как например мафролюби. То, над чем произвели действие. Это иншаллах запомнили. Поэтому говорит Аль-Каида. Окончательное правило в конце этого урока. Аль-Мафролюби. То, над чем произвели действие. Или то, что в грамматическом разборе называется Аль-Мафролюби. Исмун. Это имя существительное. Это тоже нужно запомнить. То, что действие производится только над именами существительными. Над действиями действие не производится. И над предлогами тоже действие не производится. Действие производится только над именами существительными. Значит, как фаиль, так и махолюнды, как действующее лицо, так же и то, над чем производится действие, оба являются исом. Оба называются чем? Именем существительным. Говорит мансубун. Оно приходит в состояние мансуб. Мансуб, то есть над ним стоит фатха. Это обычно. Иногда могут другие стоять харакаты или другие вещи быть, но мы говорим сейчас пока про то, что приходит чаще всего. Чаще всего то слово, которое стоит в форме мансуб, приходит с фатхой на конце. Уака алей фиалюль-фаиль. И это слово, над которым произошло действие действующего лица. Это, иншалла, понятно. Уроки очень легкие. Уроки очень легкие. Наше дело учить слова должным образом, понять правила и должным образом быстро выполнять упражнения после урока. Давайте эти упражнения оставим на завтра или на следующий урок. И вы у себя дома. Эти упражнения постарайтесь сделать, чтобы эти упражнения мы сделали быстро и успели взять новый урок. Хорошо? Называлось фаилем действующим лицом. В чем предложение в грамматическом разборе? Глагол должен прийти до него или после него? До Исма. До Исма должен прийти. Так, в данном случае до Исма приходит глагол или нет? До Исма. Поэтому все эти слова называются фаилем, то есть действующими лицами. Говорит, если мы проанализируем примеры, первые три, то есть первые три примера, мы увидим, что второе имя существительное, фикульный мизаль, в каждом примере. А это, аль-хабль, веревка, ас-соуб, одежда и аль-харуф, овца или овечка. Аль-хабль, оно то, на что падает действие. Аль-хабль, мы сказали, попадает, осуществляется или происходит. Аль-хабль, на него падает действие. Значит, веревку завязали, одежду свернули, овечку съели. На эти три вещи упало действие. Говорит, аль-хабль, поэтому действие, А это, связывание, которое произошло от ученика. Аль-хабль, произошло относительно веревки. Ат-тай, оскручивание или свертывание, которое сделала девочка. Аль-хабль, произошло с чем? С одеждой. А поедание, которое возникло от волка. Аль-хабль, оно случилось с кем? С овечкой. Аль-хабль, валь-бинт, валь-зиб, поэтому ученик, и девочка, и волк, Куль-л-ла-хидин, мин-гадзи, фаин. Каждый из этих трех является действующим лицом. Аль-хабль, валь-собу, валь-харуфу, веревка, и одежда, и овечка, Куль-л-ла-хидин, мин-гадзи, ва-ка, али-эль-фи. Каждый из этих трех упало на него, наоборот, действие. И поэтому то, на что упало действие, называется ма-фрулен-биги. Говорит, ва-казалик, и укальф, и ба-кият, аля-м-сила. И тот же самый можно сказать относительно остальных трех примеров. Видишь, сабику, салаву и кассабу. Это халь, действующие лица, опередивший, лиса и мясник. Все они производят какое-то действие. Опередивший получает награду, лиса охотится за курицей, и мясник продает мясо. Так, говорит, если мы поразмышляем, я-та-ам-малю, помните, я-та-ам-малю, это что? Размышлять, внимательно посмотреть, я-та-ам-малю. Если мы поразмышляем, а-вахир, а-лас-малю, концы всех имен, существительных, которые указывают на того, над кем произвели действие, мы найдем их какими форме мансуб. Запомнили? Значит, смотри. Запомни так. Если слово файл, то оно будет в какой форме? Марфо. То, что называется марфо. Значит, марфо это то, что в основе, в конце у него дамма. Это марфо. А то, что в конце у него в основе фатха, это называется как мансуб. Ясно? Значит, две формы предложения вы запомнили. Есть марфо и есть мансуб. Марфо это то, что обычно с даммой на конце, как, например, файл. А мансуб это то, что обычно с фатхой на конце, как, например, мафролюбе. То, над чем произвели действие. Это, иншалла, запомнили. Поэтому говорит ал-кайда, окончательное правило, в конце этого урока, аль-мафролюбе, то, над чем произвели действие, или то, что в грамматическом разборе называется аль-мафролюбе. Исмун, это имя существительное. Это тоже нужно запомнить. То, что действие производится только над именами существительными. Над действиями действие не производится. И над предлогами тоже действие не производится. Действие производится только над именами существительными. Значит, как файл, так и марфолюбе, как действующее лицо, так же и то, над чем производится действие, оба являются Исм. Оба называются чем? Именем существительным Говорит Мансубун Оно приходит в состояние Мансуб Мансуб, то есть над ним стоит Фатха, это обычно Иногда могут другие стоять Харакаты или другие вещи быть Но мы говорим сейчас пока Про то, что приходит чаще всего Чаще всего то слово, которое стоит в форме Мансуб Приходит с Фатхой на конце И это слово, над которым Произошло действие Действующего лица Это иншалла понятно Уроки очень легкие Наше дело Учить слова должным образом Понять правила И должным образом быстро выполнять Быстро выполнять упражнения после урока Давайте эти упражнения оставим на завтра Или на следующий урок И вы у себя дома Эти упражнения постарайтесь сделать Чтобы эти упражнения мы сделали быстро И успели взять новый урок Хорошо? Субханакаллаху махамдик И шамаллаху махамдик Астахаруллаху махамдик Говорит Мансубун Оно приходит в состояние Мансуб Мансуб То есть над ним стоит Фатха Это обычно Иногда могут другие стоять Харакаты Или другие вещи быть Но мы говорим сейчас пока Про то, что приходит чаще всего Чаще всего То слово, которое стоит в форме Мансуб Приходит с Фатхой на конце И это слово Над которым произошло действие действующего лица Это иншалла понятно Уроки очень легкие Уроки очень легкие Наше дело Учить слова Должным образом Понять правила И Должным образом Быстро выполнять Быстро выполнять упражнения после урока Давайте эти упражнения оставим на завтра Или на следующий урок И вы у себя дома Эти упражнения постарайтесь сделать Чтобы эти упражнения мы сделали быстро И успели взять новый урок Хорошо? Эти упражнения постарайтесь сделать Чтобы эти упражнения мы сделали быстро И успели взять новый урок Хорошо? Редактор субтитров А.Семкин